Продолжение следует... 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 Мне предложил в основном, говорят так, мне предложил друг, он сказал, что это легко, хорошо и все будет нормально. Так вот по всему Подмосковью сейчас бьются, чтобы уничтожить эту коноплю. Чем опасна для здоровья марихуана? Объясните в двух словах. Чем опасна? Это первый шаг к тому, чтобы человек стал полным наркоманом. Психолого-педагогический революционный центр Министерства образования Ариадна. Так вот там находятся 11-летние, 12-летние, 13-летние ребята. И при этом, подождите, одну секунду, дайте договорить, дайте договорить. Так вот, значит, те, кто курит марихуану в течение года, находятся в таком состоянии, просят умножить 5 на 5, они получают 30 или 125. Вот состояние вопроса. Хорошо, я хочу послушать еще мнение, еще одного артиста, пожалуйста, вашу секунду. Я хочу сказать, что есть в России у нас такое выражение, свинья найдет свою грязь. Поэтому запрещаете вы или не запрещаете? Ну что, вы хотите сказать, что наши дети свинишки? Нет, 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 и ваши, и мои дети, у меня их больше, чем у вас, сударь. Поэтому давайте, мой сын, один из моих сыновей, 5 человек, попробовал наркотик, и он бросил его. Я вообще против... А другой попробовал, и не бросил, и что же теперь? Я вообще против наркотиков. Но от того, что вы будете запрещать, вы не решите проблему. Проблема лежит гораздо глубже... Воспитание, я согласен, я согласен. Только запретами не решишь. Нужно воспитывать, нужно разъяснять, естественно, образование на право. Сейчас, одну секундочку, Владимир Иванович говорит. Был задан вопрос. Чем вредна марихуана? Да. Посмотрите в жизни, лучше не в фильме, как ведет себя человек под воздействием марихуаны. Не показывайте руками. Он ведет себя как сумасшедший. В чем это выражается? Это выражается в том, что две девочки в Балашихе прыгнули с 13 этажа в этом сумасшествии. Полгода искали, почему они прыгнули. Таких девочек в России в день по 50. И только из-за марихуаны они... Марихуана, нарушается ясно сознание, ориентировка, понимание того, что с ними происходит. Иногда галлюцинация. Вопрос запрета или доступности. Когда доступность, это можно будет контролировать. Я ответил на ваш вопрос. Вот один мужчина ни разу не говорил, дайте ему слово, прошу вас, говорите. Вот седой мужчина, прошу вас. Я постараюсь коротко. Значит, термин медицинский, немедицинский, дело не в этом. Я хочу конкретный пример передать. Запад нам не указ. Я против категорически марихуаны, и тем более с ними все сконопляет. Я маленький пример приведу. В 1971 году, когда в Советском Союзе понятия в стране нет наркоманий, я лично столкнулся. Из 145 человек роты охраны боевого подразделения, 125 человек оказались наркоманами. Тогда, когда у нас было все запрещено. Да что вы, на глаза мы чуть не посидели, с ума посходили. Как это тут нас заминали, не замяли. И эти все молодые люди почти были все демобилизованы. Знаете, я, честно, дело в том, что мы должны суети на рекламу. Хочу сказать только одно, что в любом случае, видимо, разговор не случайный. Не случайно, я просто, чтобы характерный пример. Нам нужно, где-то, что у нас вернутся к этой теме. Два слова буквально. В Москве я оказался в 1975 году, в 1976. Это уже четыре слова. Да. Тоже никакого понятия, что нам не врач-педиатр. Никакого понятия не было в Москве. Это же главная система. На самом деле, она столкнулась с такой наркоманией в Москве, что ее чуть не убили. Употребление возросло в разы. В разы, понимаете? На порядок.